Власть пытается представить этих людей врагами народа. Всем известно, подтверждено всеми поездками независимых экспертов, что жена-зенцы воспринимали их не как каких-то подстрекателей. Они были единственной помощью в их бедах. Они юридическую помощь оказывали. Они помогали им палатками, спальниками и все прочее. Их теперь пытаются представить врагами народа, врагами человечества и все прочее. Власть их обвиняет в разжигании социального. Насколько я понимаю, это разжигание. Существует социальная рознь. Разница между слоями одной части на одной части общества и другой. Эта разница порождена не козловым, а именно властью. То есть когда одни дома, скажем, шанраки сносятся, хижины, и в это же время, значит, по команде власти, естественно, и в это же время спокойно в садах, где когда-то рос знаменитый опорт, строятся особняки, вот это и создает вот эту вот социальную рознь. Ну разве автор этой социальной розни? Кто-то из тех, кто сейчас сидит в состетках? Нет, конечно. Вот именно сегодня я хотел сказать, что вот сама власть, вот меня во всяком случае, из кухни, все мы ворчим на кухню, но она меня выгнала уже действительно на площади. Я хотел как раз сегодня громко объявить, что не козлов, не люди от оппозиции, которые что-то пытаются изменить в этой стране, нас ведут вот на митинги, порождает в нас вот этот протест гражданский. Меня в это принято власть. Если разбираться, кто враг сегодняшней власти, сегодняшнее правительство, то я считаю, сама власть самят. Потому что то, что делается сейчас в стране, это на самом деле, в общем-то, и он сужит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!